Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru. Сразу две занятных, скажем так, новости пришли с Тайваня, которые, напомню, в коллективном чайном бессознательном совмещают очень контрастные роли места сохранения чайных традиций, центра чайных инноваций и средоточия чайных перверсий. К последним я отношу, конечно, bubble tea и прочие аналогичные напитки. Ну и, видимо, для того, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что чайный Тайвань – это только классические улуны, черные, они же красные, и чьи новой волны, и вот это вот все с тапиоковыми шариками через толстую трубочку, на острове решили провести конкурс чая в пакетиках. Причем не просто чая в пакетиках, а элитного, органического и тайваньского чая в пакетиках. Организаторы конкурса настаивают, что такие мероприятия привлекут к чаю молодежь. Которая насмотрится на конкурсантов и вдруг поймет две вещи. Во-первых, что хороший чай может быть современным и удобным. Во-вторых, что чай в пакетиках может быть хорошим. Спорное утверждение, конечно, я сейчас не про достоинство чая в пакетиках, а про то, что молодежь поймет. Ну да ладно, нужно же организаторам конкурса что-то умное и духоподъемное говорить в конце концов. При этом нужно отметить, что в конкурсе есть пара действительно любопытных деталей. Первая банальна. Помимо органолептики чая на конкурсе будет оцениваться дизайн его упаковки. Это разумно, потому что как ни крути, для чая в пакетиках дизайн упаковки является действительно значимой потребительской характеристикой. Вторая деталь тоже разумна, но не банальна. Чаи для конкурсной оценки будут завариваться не по единому стандарту, как это обычно происходит на конкурсах чая, а в соответствии с рекомендациями производителя, указанными на упаковке. В первую очередь это касается времени настаивания. Ну и фраза о том, что к конкурсу допускаются пакетики любых форм, конструкций и размеров, прекрасна, конечно. Конкурс пройдет 18 ноября в Тайбэе. Его организатором является одно из подразделений Министерства сельского хозяйства Тайваня. Любопытно будет посмотреть на результаты. Ну а вторая и тоже немножко необычная тайваньская новость состоит в том, что Министерство культуры Тайваня разработало и анонсировало 12 туристических туров, объединенных в два тематических блока – чайный и сахарный. И все это дело продвигается единым пакетом. Потенциальным участникам туров предлагается познать Тайвань через чай и сахар. Я практически ничего не знаю о тайваньском сахаре. Но кроме того, что саму технологию производства сахара на остров завезли голландцы в 17 веке. И с тех пор понеслось. И да, было время, когда компания «Бирюзовый чай», в которой я долго и с удовольствием работал, немного торговала и тайваньским сахаром. Всем из себя натуральным, органическим, тростниковым, нерафинированным, ручной работой и перемешанным деревянной лопатой. Так вот, тот сахар был очень вкусным. И на этом мои знания о тайваньском сахаре заканчиваются. Так что сахарные туры по острову я оценить не могу. А вот с чайными локациями все получилось убедительно. Алишань с улунами, озеро луны и солнце с рубиновым чаем. Бэйпу с восточной красавицей, немного чайных достопримечательностей Тайбэя. Хэнчунь с его гонкоуча, портовым чаем. И жуйсуй с медовым чаем. Все маршруты не очень долгие, на полдня, максимум на день. И не чисто чайные, конечно. Там и кафешки разные есть, и всякие приметные достопримечательности. Чистая развлекуха, короче говоря. Но для непрофильных экскурсий очень неплохого чайного уровня. Но я бы и по сахарному маршруту с удовольствием прокатился. Ну и чтобы закрыть ненадолго тему тайваньских чайных достопримечательностей. В тайваньском городе Тайнанье работает чайный магазин «Жинфа». Насколько я понял, именно в том виде, в котором он работает сейчас, магазин открылся в 1860 году. А так-то, судя по всему, чайным бизнесом семья, которая и сейчас владеет магазином, занимается с 1841 года. И этот магазин часто называют старейшим из существующих чайных магазинов на Тайване. Ну и магазин эту репутацию всячески отрабатывает. Показывая всем старинные и изрядно ржавые банки и заворачивая чай в старомодную бумажную обертку с печатями. Получается очень убедительно. Ссылку на магазин с картинками я приведу в сообщение. И это была «Разница во времени». Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин